Добрый день 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 И единственное желание – победить. Другого желания нет. Травмированных много? Сейчас нет, на данный момент все в строю. Все в строю? Ну, чуть-чуть какие-то маленькие. Ну, какие-то мелкие травмы, да, микротравмы есть, как всегда в любом случае. Но вы работаете. Мы работаем над этим, и все будет великолепно. Поле хорошее, погода прекрасная, ребята настроены оптимистично. Прямо льется речь. Только победа, только победа больше ничего. Я вам открою секрет, что этот человек на нашем небольшом корпоративчике, новогоднем для персонала, исполнял в караоке Макса Коржа. Четыре песни. Отлично. Ну-ка, вспомните. Я затолкаю тебя в тачку силой. И отвезу тебя. К пацанам. К пацанам. Я не врал, друзья. Все, док, давай, удачи. Бодя. Да. Бодя. А что ты злой такой? Я не злой, я просто готовлюсь к игре. А, ты настраиваешься? И сейчас я тебя расстраиваю, типа. Нет. Ты помнишь тот момент, когда Волчек был еще у нас такой тренер, ты сидел на замене, шел матч, я подошел, мы с тобой побазарили, и ты вышел и выдал галешник в ворота Елгавы. Ты помнишь это? Что сегодня надо с тобой сделать, чтобы ты забил? Ничего. Попробую просто забить. Скромничает. Камеру выключу, он здесь такое вам выдаст, конечно. Стонис, давай, вали. Давай. Я предлагаю матч смотреть именно отсюда, со съемочной площадки ФНЛ. Посмотрите, какой вид. Именно отсюда сигнал будет передаваться нам, в Латвию, на канал Спорта Центрс. Друзья, вот эта вот голова принадлежит директору ФНЛ. Директору информационного департамента. Информационный... Вот, правильно, как. У нас-то все просто. Директор-директор, а тут директор информационного департамента. Очень много. Да? У нас трое. Привет, друзья. Мандарины местные? Да. Обращайтесь. Не, я вот этот вот возьму, я вот сегодня не могу. У вас вопросы по игрокам? Да, по пари-помиле. Сейчас я кого-нибудь пришлю вам. Нет, я по пари-помиле. Так, как правильно говорится. Вот и вопрос. Ле Маич, Дарко Ле Маич. Да. Да. Санто Антонио. Вероятно. Вот. Джордж, да. Это не мой почерк, какой-то доктор писал. Сейчас пойду выясню. В клубе Рига не все, не только лишь все знают своих игроков. Да. То есть люди снимают, люди лепят, лепят креативнейшие ролики, а игроков не знают. Ну, хрена они не могут. Нет, друзья, у нас сейчас на сборах, как и у всех команд, очень много игроков на просмотре. И это просмотровые. Своих я знаю по первой букве. Вот, смотри, Р. Роберт Озелс. Выйбулс. Вратарь. Удачно. Мандарины здесь шикарные. Все, пошли, найдем ему. Ребята, еще раз здравствуйте. С нами наш любимый Олежа. И последующие пять минут эфира я дарю ему. Он сейчас пойдет и возьмет у кого-нибудь интервью. Вот обязательно. Если не возьмет, он слабак. Понял. Задача ясна. Куда нажимать? Рядом с нами наш второй тренер. Мы говорим английский. Да, нет. Немного русского. Вы понимаете? Да, я понимаю. 80% я понимаю. Да? Чего вы ожидаете от игры? Что вы ждете от игры? Да, я думаю, это будет хороший тест для нас. Я думаю, что наша команда будет играть так же, как в игре, как в игре, как в тренинг сессионах. Они в хорошем форме. И мы начнем с пресезону после двух веков. И я надеюсь, что до конца пресезона все будет хорошо. Теперь мы играем с сильнейшим командой, да? Да, да. Окей, это не проблема для нас. Это лучше для игроков с сильнейшими командами. И мы будем готовить лучше. Окей, спасибо. Будьте успехи. И порвите их. Да. Вы знаете, что это порвите? Да, да. Мы будем бить его, да? Порвите. Это как тузик грелку. А вы в крыльях работаете? Да. Какая у вас зарплата? Это спрашивает обычно Юрий Дутин. А не пресс-служба футбольного клуба Рига? Я не пресс-служба. Меня просто дали мурмайку и отрабатываю. Знаете, я у них бесплатно поел один раз. Они не посуду меня заставили мыть, а вот это вот делать. У вас просто бюджет в 30... Нет. В 40 раз больше нашего. Да, но зато у вас клуб частный, а у нас государственный. Нам приходится отчитываться по каждой копейке. Вам приходится приходить... Вам можно... Приходить как пенсии выпрашивать, да? Зарплату. Нравится работать в футбольном клубе? Да, очень нравится. Что вот больше всего нравится? Может, это я не использую как-то? Больше всего нравится? Да. Ну, скучный ответ будет сейчас. Не подойдет, наверное, для... Да подойдет, нормально. Саморазвитие, саморазвитие. Саморазвитие. Да, да, да. Есть кто вообще... Футболисты очень много читают и рассказывают. Да ладно, серьезно? Да, содержание всех книг. У каждого азбука, да, стоит? Да, я могу не тратить время на чтение книг, мне все рассказывают. Азбука и комиксы. Журналы Аэрофлота. А, журналы Аэрофлота, тоже хорошо. Ясно. Как вы думаете, как сегодня закончится игра? Как вы думаете? Не как вы хотите, а как именно думаете? Я думаю, что крыльца этого должны победить. Должны. Вы сейчас общались с тренером, да, своим? Сказали, чтобы Рига порвала крылья, как пузы, грелка. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, в обратном порядке это как произойдет. Может быть. Мы не исключаем. Вы сегодня основным составом играете? Да. Почему? У вас шесть игр за спиной. У вас чемпионат через несколько недель начинается. А вы основным составом. Ну, потому что мы с Ригой никогда не играли. Нужно как бы сразу выставлять основной состав. Да, показать. Я понял. Я понял. Ну, ясно. Все, спасибо большое. Очень приятно было. Очень приятный молодой человек. Ну, не, я не буду. Все, не буду. Олежа, ты тут стоял? Болтовал, да? Нет, да. Ты болтанул таким образом, что... Все, стираем. Э, Андрюш, стираем. Стираем, Андрюш, спасибо. Нет, мы ничего не стираем. Нет, надо у кого не взять. Все, больше не лезу в ваши дела. У Александра Пронина, нашего президента. Берут флэш-интервью в перерыве матча. Прямая трансляция во все города России. Грудь-то накачал какую. Посмотрите, даже с пуговицы не закрываются. Почему не закрыты пуговицы? Не потому, что он не захотел. Потому что не может. Грудь накачана. Что нас привело сюда? Ну, во-первых, это для нас был вызов. Это действительно хорошо для клуба. Это было приобретение опыта жирных встреч. Что-то очень активно обсуждают. Видимо, то, что не забили их там нормально сейчас прессуют. Слышу македонскую речь. Держитесь. Почему так кричат там? Он не кричит. Он делает разбор первого тайма. Он объяснил, какие периоды хорошо стреляли, какие периоды что потеряли. Концовочка тайма за нами тоже. За нами? Да, да, да. Да, штанга. Дай печеньку. Штанга в наши ворота? Да. Ну, ничего страшного. Ничего, тренер доволен. Он не кричит. Он просто так разговаривает. Да, конечно, доволен. Позитивно, позитивно. С крыльями так нормально. Сможемся. Да, да, да. Сейчас какие заменки будут, посмотрим, самое интересное. Там главное, физически нам не потерять. Темп физический. Мы уже чуть-чуть начали подсаживаться, но смотри, мы уже в начале самых сборов, считай, а крылья уже заканчивают. Они, мне кажется, сейчас на подъеме. Ну, мы должны понимать, что класс, конечно, по высшему уровню, да? То есть мы стараемся. Мы в пятом, а не в девятом, да? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Но мы молодцы. Молодцы. Я надеюсь, второй тайм так же сыграм. Будет возможность забьем. Видишь, как Кура пролетел, не ожидал. Метр вывалился, мяч перебил. Он просто не ожидал, что пропустил такой мяч. В пустые. Забей. Будьте здоровы. Спасибо. Добрый одет. Красавчик. С нами комментатор сегодняшнего матча «Крылья совета Рига» Андрей Миронов. Это я, все правильно. Андрюша, что скажете по уровню ребят в темно-голубой форме? Хорошая команда. Никаких волнений, сомнений, переживаний по поводу того, что они новички на этом турнире, что перед ними команда, которая в ФНЛ в лидерах. По первому тайму, по крайней мере, то, что я увидел. Опасные подходы есть. Чувствуется, что команда играет не столько для того, чтобы во что бы то ни стало забить, сколько старается собраться, подготовиться к сезону. И это только начало. Я уверен, что у Риги многие какие-то моменты можно использовать, и команда будет выигрывать и побеждать. Долгий век моей звезды Сонный блеск земной росы Громкий смех и райский имен в небесах. Громкий смех и райский имен в небесах. Громкий смех и райский имен в небесах. Как свою игру оцениваешь? Было тяжело в первом тайме. Да. Но вы их вымотали, да? Да, они физически сильные были. В первом тайме мы набегали, Потом они встали И мы воткнули Это отличная формула, брат Красавчик 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 Найс, найс Зюзин выздоровел, мальчик? Я слышал, у него пахи были, да? Я говорю, да, пахи А можно с ним фоткаться? Я говорю, можно Ну вот, Зюзин сфоткался Красава вообще С победой Мнение ваше после игры Как мы провели второй тайм? Вы провели его лучше, чем первый Вы молодцы Крылья провели чуть хуже Неожиданно, да? Неожиданный результат Не, на самом деле, если объективно Прямо сказать так честно Желание победить больше почему-то Было у Рижан Но Все решила плюха Плюха? Такое бывает А Рижане Этой плюхой воспользовались И они молодцы Не, ну хороший был пас И принял так Мастеровито Ну и, конечно В какой-то степени Все-таки оборона Крыльев подкачала Ну да Из-за этого И были и проблемы И замены потом Так что Ясно Ну в любом случае Спасибо вам за комментарий За ваши скрометные Спасибо вам за участие Мы всегда будем рады вас Мы еще не раз увидимся И поговорим Все, пока Этого всегда ждут Давай, иди Вот футболисты меняются майками А вот мы можем с вами поменяться кофтами? Кофтами нет А чем можем? Наверное, ничем Серьезно? Телефон меня поменится? У меня, к сожалению, вот Один, да? Вас не поймут, я понял Ладно, вы найдите у кого несколько Я очень хочу поменяться Команда приедет там Договорились, договорились Спасибо Вот на этом мы и заканчиваем Сегодняшний выпуск из Кипра Потому что он Говорит Я спортивное интервью сейчас буду А я типа не спортивное Окей Все, пока До завтра Добрый день Как вы себя чувствуете? Я не слабак Субтитры сделал DimaTorzok